Около 6 тысяч малышей должны отдохнуть и оздоровиться этим летом, докладывает собравшимся инспектор управления образованием Елена Казакова. Здесь учтены различные формы отдыха. 1300 человек у нас в загородное оздоровительное лагеря, 100 человек в санаторно-курортной организации, 1350 человек в лагерь с дневным пребыванием, юность и другие формы оздоровления, 3050 человек. Другие формы оздоровления, это у нас профильные лагеря, такие как археологические две смены, которые у нас базируются на базе ЦРДЮ. Кроме этого будут организованы военно-полевые сборы, профильные лагеря. Большая же часть ребятни по предварительным планам управления образованием должна отдохнуть с родителями. Что же касается тех, кто в летние месяцы останется в Полевском, то им будет предложен, во-первых, лагерь дневного пребывания юность, подразделения которого будут работать на базе практически всех образовательных учреждений города. На первую смену подано заявление 1143 заявления, на вторую смену 57 заявлений. Пункты питания планируются на базе северной части города, школах номер 4, 17 и 21, на базе южной части города, это 20-я школа и 8-я, которая начальная школа. Загородный лагерь «Городок Солнца» пользуется наибольшей популярностью у родителей и детей. Прием документов в этот яркий мир детства был завершен еще в апреле. Сейчас на территории ведомственного лагеря идет подготовка к приемке детей и открытию 51-го оздоровительного сезона. Ремонтируются корпуса, благоустраивается территория. На 1 июня намечена акарицидная обработка. Самый же актуальный вопрос на сегодняшний день для директора Елены Погребняк – это подбор квалифицированных и опытных кадров. На вторую и на третью смену педагогическая команда сформирована полностью, более того, на вторую у меня уже есть кандидатуры, которые в резерве. Что касается первой смены, это всегда проблема, но у меня в данный момент на должности вожатых одна вакансия, на должности воспитателей тоже одна вакансия. А остальное – все в порядке. Поэтому мы готовы работать. Написано в программах педагогическое оздоровительное для нашего лагеря, где указаны основные параметры, которые мы будем работать. Что же касается муниципального лагеря «Лесная сказка», то здесь также работа кипит, рассказывает директор Любовь Сидорова. Ремонтируется столовая в планах асфальтирования нескольких участков площадки вблизи пищеблока и устранения всех замечаний как со стороны Роспотребнадзора, так и Госпошнадзора. 495 у нас мест определено Роспотребнадзором при паспортизации лагерей. Мы будем смотреть. Конечно, у нас вторая смена. В основном это все идут бесплатники. То есть тот процент, который нам определили в принципе правление образования, у нас все будет выполнено. Объявлен аукцион на питание. Подана заявка в Верхнесердский район на участие в конкурсе на 107 человек. И буквально будет подана заявка в управлении образования на участие в конкурсе на 388 человек. Елена Медведева, начальник управления социальной защиты населения, обращает внимание на то, что при предоставлении полного пакета документов у полевчан есть возможность приобретения путевок в загородные и санаторно-курортные лагеря на льготных условиях. Проводится организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации за счет шефа основа федерального бюджета. К детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, относятся дети инвалиды, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из малоимущих семей, дети, имеющие проблемы с поведением. Я, пожалуй, все, по городу перескому. Оздоровление проводится в лагерях и лагерях санаторного типа, как Свердловской области, так и на Черноморском побережье. Председатель оздоровительной комиссии Нона Сидельникова в завершении сегодняшнего заседания попросила собравшихся отнестись к началу летней кампании со всей ответственностью и при необходимости решать все возникающие вопросы в режиме онлайн. Ксения Бладенкова, Сергей Чижов. Новости нашего города.